Центру Севастополя необходимо вернуть его исторический облик. Такого мнения касательно фасадов большой морской, увешанных кондиционерами и окруженных всяческими пристройками, продерживается руководитель исполкома Севастопольского штаба ОНФ Лариса Мельник. По ее словам, в некоторых крупных европейских городах, например, в Праге, необходимость соблюдать единый эстетический стиль введена на законодательном уровне. Это город-цветник, можно сказать. И если вот этот исторический дом стоит в историческом центре, и вы живете там, жители, и принято решение мэрии города, что у вас будут висеть петунии исключительно сиреневого цвета, то у вас будет только сиреневый цвет. Нравится вам это или нет? Но есть вот такое решение, потому что над этим решением работает целый ряд специалистов. В качестве примера достойного отношения к культурному наследию Севастополя Лариса Мельник приводит советский период города. Вы меня простите, но сушить белье на сторону проезжую, на Большой Морской нельзя было. Вот мы все это помним. И люди понимали. И мы понимали, и все понимали это. И те люди, которые жили на Большой Морской, они тоже это понимали. Если мы живем в других районах, и мы приехали просто погулять по центру, мы вот водим своих детей, внуков, там сами прогуливаемся. Но мы же тоже хотим, чтобы город был похож на город. Они так как туристы к нам приезжают и говорят, боже мой, Шанхай. Подробнее о том, как видит разрешение конфликта с благоустройством фасадов Большой Морской, Общероссийский народный фронт, о медицинском векторе развития Севастополя и главных достижениях за год смотрите в программе Актуальное интервью.